Стратегия семейной жизни. Как реже мыть посуду, чаще заниматься сексом и меньше ссориться. Читает Людмила Шаулина. Введение. Роберт, привлекательный 38-летний предприниматель из Сан-Франциско, прошлой ночью хотел заняться сексом. За последние две недели на него навалилась куча проблем. Его компания по производству энергетических напитков потеряла крупного инвестора, директор по маркетингу сбежал от него к набирающим обороты конкурентам, а напоследок еще и поставщик секретного, экспортируемого с Бали ингредиента его продукции, решил заломить двойную цену на свой товар. Джоан, жена Роберта, даже и подумать не могла о том, чтобы заниматься сексом. Она совершенно вымоталась. Ей пришлось весь день провисеть на телефоне, припираясь с несговорчивыми трейдерами из Нью-Йорка. Из-за них она пропустила ланч, чуть не въехала в огромный Кадиллак Эскалейт, спеша забрать детей с футбольной тренировки, и в очередной раз не успела оплатить кипу просроченных счетов. Теперь ей уже ничего не хотелось, только посмотреть повтор сериала «24 часа», съесть несколько зефирок в шоколаде и улечься спать. «Ну, может, Джоан все-таки должна была бы согласиться на секс с Робертом?» Роберт ответил бы «да». Она ведь как-никак его жена. Ей вообще-то положено исполнять супружеский долг. Неужели он должен уговаривать собственную жену переспать с ним, особенно если учесть, что он и так весь на нервах, и последний раз они делали это три недели назад? Как она не понимает, что ему это просто необходимо? Подруги Джоан, если бы их кто-то спросил, сказали бы «ну вот еще, почему это она должна ублажать Роберта по первому требованию? Она ведь не наложница в его гареме. Ей нужно как-то ограничивать его притязания и прислушиваться к собственному либидо». В конце концов, у нее тоже был тяжелый день, разве не заметно? Но существует и третий вариант ответа на этот вопрос. Ответ экономиста. Экономист посоветовал бы Джоан охладить пыл своего негодования, перестать подсчитывать, кто тут больше устал и кто почему больше изголодался, и провести элементарный анализ затрат и выгод. На этот вопрос нет верного или неверного ответа. Он зависит от многих факторов, начиная с того, кто на этот вопрос отвечает, и заканчивая тем, какой нынче день по лунному календарю. Но если вам интересно узнать ответ Джоан, то он таков. Нет, в данном случае предельные издержки не превышают дохода, поэтому она согласилась на спринтерский забег после ужина, а потом мгновенно уснула, оставив Роберта наедине с грязной посудой. Мы предлагаем вашему вниманию бракономику, науку о том, как при помощи экономического подхода свести к минимуму число конфликтов и получить максимальную прибыль по самому главному вкладу в жизни, вашему браку. Почему именно экономика, а не ароматерапия, например? Многие считают экономику скучной, сомнительной и неприменимой к реальной жизни дисциплиной. И в чем-то они правы. Не зря говорят, что это наука зловещая. Экономисты и правда всегда славились своими мудреными трудами, полными непостижимых уравнений, букв греческого алфавита и слов типа авторкия, сатисфайсинг или монопсония. Монопсония – самообеспечение, готовность не требовать больше достаточного и рынок с одним единственным покупателем. Но все это нужно им лишь для того, чтобы кроме них самих никто не догадался, о чем речь. А по сути экономика намного проще, чем кажется. Она изучает то, как люди, компании и общество распределяют между собой свои скудные ресурсы. И как неудивительно, вы со своей второй половинкой постоянно пытаетесь разрешить точно такую же задачу, как распорядиться своими ограниченными средствами, временем, энергией и либидо так, чтобы все были довольны и ваш союз оставался нерушимым. Только подумайте, вы, двое взрослых людей, амбициозных, упрямых и подверженных постоянному стрессу, пытаетесь жить под одной крышей и нести все в общую копилку, а может и растить вместе детей, да еще по возможности радоваться тому, что весь остаток своей жизни вы проживете друг с другом. Это непросто. В сущности, ваш брак – это бизнес. Бизнес, который процветает в удачные периоды, но в остальное время больше напоминает утренний марафон после веселой ночки в баре. Здесь тоже приходится работать. Причем работать во всех возможных направлениях. Вам необходимо заниматься административной работой, чтобы создавать хоть какое-то подобие уютного семейного очага. А делать это в доме, где живут два самостоятельных индивида, невероятно сложно. Например, кто-то один привык прибирать за собой, а другой по всему дому оставляет следы своего присутствия. Огрызок яблока на тумбочке, незаправленную постель, потную майку на спинке стула. Если у вас есть дети, кто-то должен следить за тем, чтобы они делали домашние задания, были одеты, накормлены и к семи вечера уложены в кровать. А потом, может, как-то так неожиданно получиться, что этот кто-то вынужден проделывать это все без какой-либо помощи, потому как второй супруг решил перекусить с друзьями в кафе после работы. Но перекус превратился в полноценный ужин, а потом плавно перешел в турнир по пив-понгу в местном баре. Пив-понг — игра, в которой две команды по два человека выставляют на противоположных концах стола несколько стаканов с пивом в форме клина и по очереди кидают со своего конца шарик пинг-понга в стаканы противников. Работа над собой также неизбежна, ведь вам приходится жить с другим человеком, а он не ваша точная копия, и значит, у него есть свои предпочтения и своя манера общения. Может, чтобы найти выход из конфликтной ситуации, она готова хоть три дня подряд вести с вами задушевные разговоры, а вам было бы проще напихать камней во все карманы и прыгнуть с моста. Или, предположим, он любит турпоходы, а вы — оперу. И вот когда у вас выдаются свободные выходные, которые вы можете провести друг с другом, кому-то из вас придется уступить, иначе вы оба останетесь дома смотреть телевизор. Любая пара сталкивается как с множеством бытовых проблем, то нужно достигнуть компромисса в вопросе о подходящем жилье, то высчитать, на чем лучше сэкономить, когда с деньгами возникла напряженка, то решить, не будет ли слишком жестоко по отношению к дочери, своему первенцу назвать ее в честь тетушки Фло, так и серьезными испытаниями. Порой приходится улыбаться друг другу после чудовищной ссоры, в которой вы оба наговорили много лишнего. Мучиться от бессонницы, размышляя над тем, стоила ли ее новая работа переезда в другой город. Позволять ли ему испытывать на детях свои методы воспитания, надо ли обходить острые углы, идти на мировую и закрывать на что-то глаза. Выполнение этой работы требует от вас расходования тех ресурсов, о которых мы уже говорили. Вы должны находить свободное время, собирать по крупицам остатки энергии, разжигать в себе любовь, взвешивать потери, которые понесете, если уступите, и преимущества, которые получите, если продолжите настаивать на своем. И здесь вам как раз могут пригодиться кое-какие познания в области экономики. Научившись рассуждать как экономист, вы не только поймете, как уменьшить объем супружеских работ, но и сможете превратить семейное общение в своего рода отдых от повседневных проблем. Секрет прост. Нужно, а, поднять цену на эти заветные ресурсы, и, б, научиться их грамотно распределять. Стоит вам это сделать, как ваш союз начнет приносить вам куда больше радостей. Мы верим в экономику, потому что для нее нет различия между полами, нет правых и неправых, нет тех, кто умеет себя вести, и тех, кто не может нормально высказывать свои мысли. Она не станет вас воспитывать и не попытается провести с вами сеанс психоанализа. Ей нет дела до того, кто был прав в вашей последней ссоре или чья сегодня очередь щелкать пультом. Напротив, она готова предложить вам беспристрастные и логические решения ваших запутанных, аллогичных и сверхэмоциональных семейных конфликтов. В этой книге мы расскажем... Продолжение следует...